Я сегодня буду продолжать. Это было в прошлый раз. А это как устроено суперравдиво, суперсимметрии, как и ровно дрожат. Груду и ровно в гиперномархе. В общем, я чувствую, что я пришел вчера залпаскать в теореме, в гайчистом дежуре, в теореме. Теореме пусть в бедренное пространство, с эскалярным близведением. Даже это будет задача сейчас. Может, кто-нибудь раз рассказал, как я делал. С эскалярным близведением. С эскалярным близведением. Первое, что мы сейчас обсуждали, что действие У1, то же самое, что под древом. Когда У1, то есть представление действия У1. Теореме нужно поддонать. Эбринирует. Когда существует плотное подпростанство, например, В3В, такое, что у них есть прямая сумма В3В, и Теореме П1, и Теореме П1, на В3В, и Теореме П1. Да, это действие устрояло, а в конец в третьей части У1. Теореме нужно, да, и Теореме П1, и Н, и Н, и Теореме. И, опять же, это утверждение про то, что, если у вас есть, Ну это кундульный рот. То есть это пространство 10 кг. Тебе подать прямую сумму подпространства, на котором она 10 кг. Чем кг? Чем кг? Плотно подпространство. Кто не хочет у нее с 5 кг? Плотно подпространство. Я думаю, что сейчас все равно понадобится, поэтому мальчик это обсудить. Можно выбрать приборную менеджу кг на b, и среди них я поддействую к u1. И это показывает, что все представления будут вполне приводимы. Если у нас есть представление, мы можем взять неморкеральные дополнения. А теперь, в общей теории, говорит, что негематильное представление обе группы мог быть только одномерным. Мы считаем бесконечно метод, да? Это общая теория на бесконечно метод представлениях. Бесконечно метод тоже есть какая-то общая теория, наверное, другая. Например, я не помню. Но, кстати, представление обе группы совершенно читающе. Ну да, хорошо. Бесконечно метод. Даже если обе группы не видят планы дорожки, то есть у кого-то. И все это представления, и планы дорожки. Ну, там, в случае уж точно будет уважение в правую сумму Никола. Не стоит «Где больше всего?» Не стоит «Где больше всего?» Если перескать не надо, то что-то мне даже не работают. Даже не дальше стоит «Где больше всего?» Должен быть связок с аргументом. То есть, вы можете применить, что я могу сказать, что я могу сказать, что привели к пятимерным процентам? Ну, просто, поскольку ладинка на родина, кардиотерина ладин, на самом деле, действует изоморачиваемое представление. Ладинка начинает сам с собой. Вот, если представление приводимым и действует, наверное, нужно предположить, что она конечными счетами, мне кажется, для расчета нервных представлений над спинтимальным полем работает. Почему она будет ввозиться? Ну, написано по жидкою зуб, даже для вида по красанскому. Мы пообщем дальше такое, честно сказать, мы можем посмотреть функцию на окружность. Например, представление О1. Опять что, в прямой сумме там ничего не разводится. А вот это такое? А? Ну, то есть это гейбердовое пространство? Ну, в общем-то, просто любой электромпозак, скажем, извиняюсь. Либо в любитом, либо... Ну, просто попробуем. Ну, у меня на любитом даже есть подлесные числа. Въездом тоже такая теорема есть, но там можно... Там у меня одна вода будет раскатываться. Не, ну просто у тебя есть гейбердовое пространство, и там есть какая-то теорема о том, как устроен монетарный оператор гейбердовое пространство. Хорошо, доказательство. Вот это и написано, как оно устроено, так оно доказательство. А, доказательство. Это, конечно, это упражнение. Причем завтра, в следующий раз. Ну, пожалуйста. Собственно говоря, в чем мы все это... Я и говорю, что вот у вас есть грудоированное ветреное пространство, там есть понятие суперкоммутатора, суперкоммутатора, и я готов про это какое-то время рассуждать, если кого-нибудь нужно. Вот. Но, в принципе, в прошлый раз уже обсуждали. Интересно, есть вопросы про это? Ну, повторяем на нас, я доказательство. Кто не хочет, чтобы я это повторял. А как за чего? Ну, ему там чего-нибудь. Ну, определяем на нас. Кто-нибудь не хочет, чтобы я это делал? Ну, правда, что суперкоммутативный аудиторий про размерность в своей не определяется? Ну, типа, что у нас... Даже внутри этого не определяет свою размерность. Ну, в смысле, что... Ну, да, она не определяет, за то, что она не определяет, за то, что она как-то реализовалась, очень много не предлагал, как-то реализовать. А вот, мне просто непонятно, могу ли я представлять эту штуку, ну, например, как... Ну, скорее, нет. Хотя, свободное суперкоммутативное 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 такое нам бывает. Это просто полиномы от четных переменных умножить на... то же самое, как от нечетных переменных. Значит, пример, как здесь пишите, равные созылочки, то есть, внешние от ксил 1, добавили кси 0. Вот это свободное суперкоммутативное 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 суперкоммутивное своё фактор. Чёрная часть будет фактором полинома, но нечётная часть будет фактором красного. Но, сколько у нас в данной суперкоммутативного, то тут такая дефицитная свободная супералгебра и так, как свободная алгебра нет, сложная штука. Почему, если свободная алгебра не может интерпретировать как просто свободную ассоциативную алгебру, а свободную супералгебра я не знаю. А, то есть, нельзя? Я бы сказал, что вот как-то есть какая-нибудь ассоциативная? Есть свободная супералга, есть свободная алгебра нет, есть свободная супералга. Что за суперал, при этом никто не знает, что как-то же андреды. Ну возможно, объясняемо, что свободная алгебра нет, то же самое, что это свободная составляет делал. Возможно... Здесь немного… От slow 돼 никаких garder… Это, ей-богу, плохое качество. Мы берем мёртву еще к свободной облеве, а будет свободная осадильная. А сама по себе на какое-то примитивное время свободная осадильная. Вот, хорошо. Значит, ну, все, что нам нужно про суперравки, то есть, что там есть торжества и суперторжества Европы, и что, если у вас есть блюдоированное пространство на нем, его эндоматхизм образовывал в свободную собравку его по отношению к операции суперкоммутаторов. Слушайте, друзья, вот, ну, смотри, может, я себе надо себе поставить в прошлом году? Ну, нет, я не буду поставить, но вот я бы один тут использовался. Вот, написано доказательство, но в прошлый раз это выписывается, потому что я не знаю. Ну, есть вот они тоже. Вот. Можно еще раз это сделать? А, не буду поставить. Ну, что второй коммутатор с D по гранили, то второй коммутатор с D. Пойду. А, то есть если D коммутировать, то... Самый. Ты лет пишешь в самом. Чистый, не платный, не платный. Ну, знаешь, где же второй коммутатор с D получаем? Ну, это, на самом деле, шесть говорится, что если у вас есть дифференциал D, то есть он дифференциал. Ну, когда D, то есть дифференциал валерий нет, то, наверное, с суправы были, то же действовал дифференциал. То есть присоединенное действие, как бы... Если есть дифференциал, то есть, опять, у них нет натружения по плюсу вероятное действие. Так, это не вполне, чем она суправы была. То есть нет натружения по плюсу вероятное действие. Вот. Хорошо. На Келлеровом многообразе у нас есть супералгебра суперсиметрия Келлерового многообраза. Значит, веревно. И повторю, потому что я сегодня буду захотеть, ну, так сказать, доводить думать, когда я сделал. Значит, у нас есть M Келлерово. Рассмотрим алгебру Е, супералгебру. В индунацизмах алгебрика данная, рожденная, значит, D, умножение, значит, L, λ, H, где L, это, есть, это множество алмебра, λ, это, есть звездочка, L, звездочка, это, и H из монтажа. Вот. То есть H был у древних, потому что он был в своем цели. И W, в том числе, тут ДС1 тоже будет, давайте посмотрим, что он ДС1, или ДС1 сейчас не поражается, что это, как H. И W, который, эскалярный афирал на действий на крупных формах, так, холь без минус 1, то и минус. Сейчас у ДС2, видишь, у ДС2 и у лямбда, там разве не должен стоять минус? Ну то есть, ты же по факту, что делаешь? Да, с помощью звездочка ходит же, там друг должен взлезать минус в каком-то месте. Ну, в прошлый раз выгадали, там должен был взлезать минус, но так как у нас она добавляется двумерно, по-моему, или минус улыбается, да? Ну, еще как он взлезать двумерно сделан? Противизизизм? Ну, не знаю. Ну, посмотрите сами, то есть. Нет, как я говорил, в прошлый раз считали больше. Ну, может быть, вы делаете что-то. То есть, может быть, может быть, то есть, я не везде знаю, но все равно это посчитать, потому что по факту, там, в год, в год, все приводится. Ну, давайте, чтобы, что-то будет, я просто напишу, где есть отзывочки. Я вам где есть отзывочки. Вот здесь точнее, ваши ошибки созданы документы, потому что конечномерная, расстройности 5, четная, 4, нечетная. Вот. Ну, и там, походу, получается очень много все отношений, которые все называются отношениям Дабхеллера и так далее. Вот. И часть из них мы уже в прошлый раз обсуждали. Это очень близкий, ну, еще, еще одна такая цель, из-за того, что мы наши потенции не знаем, именно про тройки вековца. Первое, это то, что у вас есть соотношение S2 то есть, диаметр 1, попределение, дальше и H, Q, H и 2I, и H1 то есть, минус 2I. это Если вас тоже здесь написано не устояли, я вам готов пересказать какое-то доказательство. Потому что вы можете это выяснение меньше, не получится внутри реального. Вот. Наверное, вам перескали другую, а здесь там вот этот плохого, плохого. Вечер. Ну, тут на гастрове здесь как. Да, здесь поэтому вынёмся с ним к интиментуровать. Кто хочет приехать с 02 гастрова, то есть Он, может, из кем? Он из кем? А он там написан или нет? Да. Ну, по сети за счетом, давайте просто выбираю этого папку. Вот. Ну, нет желания. Ну, хорошо. Тогда я это оставлю. Вопрос в пейнике этого есть. Значит, тут классный момент, что мы просто записываем и лямбду как через координатные операторы. Вот. Здесь координатные операторы. ЕВИТА от, ну, скажем, это все, что можно считать, что лямбду как ВЦ и ВМИТВА. Вот. ЕВИТА от ЭТА есть. ЭТА можно ВИТА. ИВИТА от ЭТА есть сопряженный оператор, то есть подстановка. ЭТА туда подставили двойственный в ВИТА. Двойственный относительно антиметра. ЭТА. Вот. Тогда ЭТА это сумма каких-то там Е, Е2ЭТА, Е2ЭТА. ЭТА. 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 Ну, если это не один и тот же вектор, то всегда антикоммутируют. А если это один и тот же вектор, то добавление и убирание, Если там не было этого вектора, то добавление и убирание приводит в себя, а если был, то добавление и убирание приводит в то ли себя. Поэтому коммутатор ЕВТ и ИВТ это один. Что это за странное значение? ЕВТ и ИВТ. Это умножение на вектор и установка поясного. У вас вопрос звёздочки? Нет, нет, нет. ЕВТ и звёздочки. ЕВТ это написано звёздочка, ЕВТ и звёздочка. Ну да, а здесь я просто говорю, что это одноясный предполагательский счет. То есть мы сделаем звёздочка, умноженное вето и звёздочка обратно, то же самое, что мы поставили в артурном поле. За чьи? Ну, это может лишиться нервы. Ну, это может лишиться нервы. Ну, для чего? Это очевидно, если это станок вертурном поле, очевидно. Ну, станок вертурный, очевидно. Или там один портурный. То есть мы заменили маном на дополнительный маном, давно уже леет и заменили обратно. Просто не будет что, чтобы мы просто вот этот портинг вектором фразе. Вот это я собственно написал. Вот этот диез у тебя относится на артуре. А вот этот значок, который? А, а этот в танце, конечно. Вот. Ну хорошо. Ну да, дальше его просто расписываем в кунтарте. Рецепт двух, получаем вот рецепт h. Ну, почему? Последние у вас отношения получились бесплатно. Из того, что h, это вымечение нервы ка, есть n-k. А, минус n, плюс k. Вот. 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 Ну, вот из этого вот это значение членов следует тому, что мы просто оператор бомбировки. Ильпор повышает бомбировку на 2, поэтому мы должны будем варить. А, минус n, плюс. Вот. То есть, либо оператора, повышающего и понижающего бомбировку, коммутатор с бомбировки будет вот ровно так. Просто это оператор умножит на то, насколько он повышает или понижает бомбировку. Вот. А, то есть, как бы нейтральная часть, причем умаживает бомбировка, и это было в прошлый раз, я помогал руками, что это из кемнических, там, но я готов вам сейчас рассказать о том, что вы хотите рассказать. Никто не рассказал. Никто не рассказал. Как вы сказали, что вы решаете? Отлично. Отлично. Прошу. Так, праздник, друзья. День русского единства. Кто не записался в бумагу? Это очень важно, потому что, если кто не записался в бумагу, то вас, конечно, не пусть. Ну, с них нагорается, не пусть. Ну, в гути. Где бумага? Вот. Кто не записался в бумагу? Поднимите руку. Вот. С отчеством, да? Да. Очень хорошо. От человечества все же, где надо. Взвер, что надо. Мечт дает все, что, знаешь, бумагу еще перенабивай руками, и отсылай двинку, и не могу. Потому что она работает из дома. А сканерку будет? Тарифки просто набивать. Хорошо. Значит, давайте. Сейчас я буду рассказывать, как коммутировать D и дубль. А именно у вас есть оператор D, который можно на любом многообразии к почти конверсным разложить в компонентах. И тут же была такая задача, это будет D2-1 плюс D1-0 плюс D0-1 плюс D1-2. Ну и даже с решением задача переводится. Дело в том, что D является, как и все его компоненты, и у него компонент в правиле леньшится, и леньшится леньшится. А леньшится, поэтому он задает своими значениями на один форум, а когда на один форум у вас есть только 4 компонента, потому что будет 2 форум, только 3 компонента. И вот один форум может идти сюда, и сюда, и сюда, и сюда, и сюда. 1-1, 0-1, 0-1, 2-0, 1-1, 0-2. И вот только 4 разных направления стрелочек, потому что их две стрелочки и две стрелочки в правиле. Вот. Вот. Но, что более важно, что на комплексном многообразии D, если и интегрировано, то D2-1 равно 0 и равно D1-2. То есть обе эти операторы разжированы. То есть мне единственное, почему это так, ну давайте я раскручу, почему это так. Дело в том, что дифференциал от, скажем, 1-1 форма, это 1-1 форма, ну, примененная консультура. Теперь мы можем использовать в эту группу. Это, это, производство Дали, по лицу, от Эта, куда поставили Игра, плюс или как минус, 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 спасибо. По Игра, от Эта, куда поставили Игра, плюс, минус. 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 Это оккумунда, по Игра. Вот. Теперь пусть это у нас звонная форма, а, денная форма. Вот здесь. А xy у нас, значит, это лежит в дамбре 1-0, а xy лежит в d0-1. Вот. Вот. Какая будет, соответственно, 0-2 компонента у D от Эта. Такая ситуация. Приверяем. Ну, проверяем. Ну, во-первых, вот это равно 0, потому что это 1-0-0-1. Это равно 0, а это равно 0, потому что у нас определенная консультура разы, и, значит, коммундатор 2-0-1 в верховное поле, мы, подставляя его в Эту, получаем 0. Вот. То есть D от Эта, примененная к T0-1, лябда T0-1, равна 0, а это и значит, что у него 0-2 компонента равна 0, а, значит, у вас только 2-2 компонента, как я называл, в Эта, примененная к T0-1. Я был мненцем? Ты же понимаешь то, что эту задачу еще не все отдали, и ты ему заполнил с решением. Что говоришь? Ты же голова во всем на 100 лет. Понятно, не все. Ну, что будет. Не, ну, у меня задача была во всех ДСК, наверное, но она вообще в любом курсе есть. Даже год назад у Голи была на электричестве, но это тоже не было. Ну, у меня она сам. Вот. Хорошо. Значит, сопряжение, ДС, это ИД и-1. ДИ на дифференциальную форму действует так. В гарантии, наверное, на ленте ОПП, да, мультипикативный оператор. В отличие от ОПП, это ОПП-1, т.е. Он действует так же, как И на один формах, а дальше по мультипикативности. Т.е. 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 Поэтому здесь вылезет минус, потому как у вас будет i2, d, i-1 в квадрате. Один здесь плюс, один другой минус. Мы не знаем, какого, потому что не знаем четность формы. Но четность формы l, d и четность формы cos, d разная. Поэтому точно один из обидов вылезет. Так. Пожалуйста, подпишитесь к деману. Вот. Ну не поставьте там фамилию и имущество. Не скажите, что вас пускали в свет, потому что иначе вас не пусть процент правит. День русского виденса. Русский матч. Хорошо. Ну понятно, да? Нет. А там не нужно. Сейчас. Ну и, соответственно, равно поле минус 1, d, d, плюс поле минус 1, dc. С минусом. С минусом. Нет. Без минуса. Ну, мы же минус и корень с минус единицей. Смотрите. Смотрите. Вот, считай, с этими вычислениями. Какие-то, знаете, выклады. Может, у меня есть нечеловечный написан. Ну, что у меня есть нечеловечный написан. Может, написан, что очевидно. Ну, очевидно здесь. Вот здесь у нас выглядит dc, потому что… Ну, минус единицей. Да. Я попробую ставить. Пойду. Какое ощущение. Замечеловечный написан. Я проблался. И все не проблался. Спасибо большое. Хорошо. Значит, мы получили футмировку. Значит, это… А нет, разум. Мы получаем плюс. 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 Получаем. Минус. Получаем. Да. Это будет отличаться. Да. Это будет отличаться. Получаем, что d-1 dc имеет tic, коджет пик минус… 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 1… 0… 1… 1… Потому как… он… он… переводит… переводит… … … … … … … … … … И кажется, или этот знак плюс-минус должен зависеть, от размысленности… … Не, ну, не зависит от размысленности… … … Потому что и квадрат на d на i-2… … 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 Это единственное обречнение, которое, по ходу, упрягается, упрягается. Хорошо. Ну и одно личное обречнение дает вам, что... Что, на самом деле, эта штука значит? Ну и что, когда вы сделали вот этот дифференциал, вы добавили к вашей форме одномерную умножию на один форму, типа 0. Ну и, соответственно, вы в одной еще что-то подифференцировали, но тем не менее ее увеличился второй ход же компонент на один. А, например, это тот D-bar, а это имеет тип 0. Я понимаю, что тут, куда-то выражу. Вот, что дифференциал имеет тип 1 0, а дифференциал имеет тип 0. Вот две компоненты... Мы по равнам, две компоненты больше. Ну, смотрите, они такого типа, а сумма инфраструктурная. В зависимости от этих компонентов больше дифференциаловат. Вот. Ну и, наконец, все последнее, что нужно проверить для того, чтобы получить эти точечки супералкопровидения. И то, что две компоненты с супералкопровидения, с супералкопровидения, с дубой В. Значит, подтверждение. D, контактное с дубой В. Ну, это не все только контактное, но это также аминься контакт по дубой В. 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 оператор умножить на число в накопленный лямб. Долг-лямб, объясняйте, это понятно. Кому это понятно? У меня сейчас я помню, что лямб, у нас так действует, но он умножает на... Приминус по лямб, он написан. А не написан. У нас есть дубль-лямб. На лямб и лямб и лямб и лямб и лямб. Приминус по лямб. То есть это элемент алгебры, не соответствующий вращению порча. А, это вращение. Дубль-лямб. Дубль-лямб, ну так. То есть мы... Смотрите, мы начнем с П-куформы. Мы применим дубль-лямб, как П-куформа, она умножилась на штуку, на П-земь, на П-ку. Потом применим дифференциал. А потом мы, наоборот, применим дифференциал и применим дубль-лямб. В данном случае, разница первого и второго, это как раз будет конь-дубль-лямб, потому что кто наоборот у нас длинулась. Вот. Ну, теперь сложив эти два выражения, мы получим, что дубль-лямб есть в поле минус один, а дэпс, ну, в силу вот этого. Сейчас. Нет. Раздерживается. Давайте аккуратно, значит, мы их сейчас... Как раз, сопряжение И на формы типа на сопряжении с И на дифференциалом 1,0 действует умножение на И. Да. Конечно, да. Есть какой-то более простой умножитель или что-то на 0? Нет. У вас было утверждение, что вот на D0,1 и на D0,1 сопряжение с И действует именно теми собственными значениями, которые написаны? Ну, да. Вот это и написано. Я хочу просто из этого получить вот так вот дэпс и дубль-лямб. Я хочу эту дифференциалу сложить и переставить тоже здесь еще два прознаки. То есть, давайте забудем про знаки и видимое состояние достичь эти знаки. Поддержать его я, что здесь, по-самому, у меня двое утверждение содержится. Уже переполнен знаки, потому что нам было написано в дубль-лямб. Здесь нам было написано в примере 0,0,0,0,0,0. Прошу прощения, а вы понимаете, это и так прям есть. По крайней мере, вот в раме меньше. Вот я думаю, что это равно поле динус один на D1,0,0,0. Вот. А эта штука как раз уже нам в настоящий дознак давать Dc. И еще раз нужно на поле динус один. Давайте я забью назад, потому что мы не готовы. Вот, кстати, Миша, вот этот вот клайм дикруглый, дебар круглый, про рельбу на 1,0 формах, и там получат как раз те знаки, которые мы теперь ставим. Не, ну что это, я же старался. Да, но у доски уже цифру есть, потому что, вроде, знаки даже... Потому что там вы... А у нас там был... Здесь, на самом деле, был WB, а здесь был D, WB. А у WB. Ну, доски как раз выяснили неправильно. Нет, на доске часто вам так же. Нет, про WB ты сейчас говоришь. Вот, которые типа 1,0, и 0,1 часть конференциала, они выражаются сейчас. Ну, этот FB, это, это, целый FB. Ну, вот, WB, это проверяют... Проверь просто на 1,0 форме. Ну, хорошо. Да? Это те, есть, и даже в ВВЕ, они состояние не бежать. Ну, один FB, и нет, и нет, и другой с тюмосом. То есть, здесь просто, кто с тюнуться. Вы прибегите сами. Ну, я эти 10 раз проверял, я помню, что за эти 10 раз половину было так, половина. У меня шанс получить правильно ответственность. Ну, хорошо, все-таки, смотрите. Вот у нас мы сложили F2, мы получили, сложили вот F2, мы получили WD в коммутаторе SD, который работает, а это и есть Z. Всё. Вот это и есть полезное сердце, а именно, что дифференциал антикоммутатор SDC, да, 0. А это второй коммутатор SD, который мы знаем в силу М1, равен 0. Вот это ещё одно функционное соотношение, которое нам нужно. Вот, то есть теперь мы знаем, как коммунируют D, WD и DC. В D, кстати, не написано на этом, простое средство того, что есть написано, потому что он получается из того, что если подкрутить вот это выражение на I, мы получим, ну, WD превращается в минус WD, это превращается в DC, а это превращается в минус D. То есть WD в коммутаторе SDC будет минус D. Вот, хорошо, я не стою, тут вопрос есть. Погоди же у них тривиального не было, это вполне тривиальное соотношение между дифференциалами. Это вопрос. Интересно, что вот это выражение, антикомутирование D и DC, вот это тоже здесь написано, это вносили в природе в какой-то структу. Усокая часть обступлений, потому что то, что сейчас будет, это не столько получения тульта, сколько определение очень важно антикатора, на комплекционном многообразии. Значит, теорема, пока будет просто утверждение просто мутирования разных атераторов на комплекционном многообразии. Значит, теорема, вообще на комплекционном многообразии. Более того, это равно 0. ДДЦ есть минус ДЦД. Вот. ДДЦ равняется минус 2 кг из минус 1 в виде банка. Это плюс 2. Почему тут не вспомните, что там нет? Ну, ну или, а если я вас опять 0 за 2? Значит, отказались. Понимаете, мы уже знаем, что все дифференциалы ДДЦ антикмутируют. А это через них выражается. А здесь была линейная комбинация ДДЦ. А это вот тоже антикмутирует. Ну, суперкомутируют самой собой. То есть просто ДДЦ образуются, когда эти суперкомутируют нам больше. Вот. Поэтому мы получаем вот с 3 и 2, 2 и 1 0. Теперь это антикмун 2, это то, что было 9 на 5. И, наконец, последнее. Это просто раскрываете супчики. Вы получаете Д в квадрате, ДДЦ в квадрате, которые умирают. Я скажу, где это даст. У нас расписываете артилы и раскрываете супчики. А у вас получается... ... 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 ДДЦ делись на ддЦ от F, есть лаплаз от F, нужна форма F. Тут есть некая новая. Почему он приведет в локалциан? Такой локалциан, который действует для всех одномерных комплексных направлений, дает нам лаплаз от них. В этом направлении умножить на следующий раз два форма, которые получаются как форма объема в мерном направлении. Он постоянно используется, мы его будем много раз вспоминать. Некадость есть? Сейчас, а там мы просто умножаем, то есть мы уберем локалциан от фонуса, и потом мы все умножаем. Умножаем на форуме даже два форма. Это даже один форум. Один форум. Ну, там других форум нет. На 2 мм, как мы говорим. Хорошо. Значит, мы противоположили там уже соотношение. Последнее соотношение это... Ну, все же то, что вы сказали, что сопряжение с... Понимаю, это понятно, почему сопряжение с и квадрат, т.е. понятно, что и квадрат, это скаляр. А, нет, не тождественное форум приводит в минус. Т.е. и квадрат 2, 2 и минус 2 и минус 2. Один форум? Да. Вот, не тождественное. Угу. Угу. Вот, хорошо. Значит, это каким образом коммутируют операторы? В... операторах... Вежется из ас-2 группы. Из ас-2 группы. И... Дифференциал. Значит, то, примерно на первое соотношение. Когда я это получил для... Крефициентов в верхнем расстоянии. А... Клёг, по-моему, и нет. Видим? Ну, теорема таких. Мобальная эта штука. Вот, значит. Теорема. Ну, давайте я напишу... Ну, со... А, я не лучше и безусловно. Давайте я напишу лямбда. Потому что там... У нас тут есть. ДС... Лямбда. Ну, да, так. С... ДС... Вот, если мало запомню. Поэтому... Ну, и помню, и не помню. Л... Л... Мутатор с... Д... Со звездочкой... С... ДС... И, наконец, Л... Мутатор с... ДС... Со звездочкой... Есть... Д... Но, другим основанием, у нас есть... Четырехмерное представление алгебрии СН2. Те... Вот этот алгебрии, порождённое... Д... И... Левство алгебрии... И... Лямбда... А... Сохраняет... Те... Те... Процесс, порождённое... ДДС... ДС звездочкой... ДДС звездочкой... ДДС звездочкой... ДДС звездочкой... ДДС звездочкой... ДДС звездочкой... У нас ещё есть... ДДД... Которого... Мы знаем, как на этих... ДДС звездочкой... Вот... Ну и есть аллогичные соотношения... ДД круглого... Д-более... Минус один... И... Я не могу переписывать... Но они все-таки... Такие же, получается... Из этих... Процесс... Раз... Если вы... Перейдите в компонент... Отход же... Третья... Возьмите... Вот эти соотношения... Такой помощью от Pens jersey... Вам получилось... Раз... Олег из Рукова... Мило... Сейчас мы... Эти соотношения... Другому... Получаем... Другому... Возьмем... Соближение... Применим... Она... Пресоставила... Прос편�żenie напряжения при м the х... А потом... Пресопрыжение... Мы получим... Вот это соотношение... Теперь мы можем чуть-чуть подкрутить на дифференциал, на комплекционную структуру. Это изотоп превратится в dc, а это превратится в d-dc. Мы получим вот это соотношение. Как каждое есть соотношение, получается, из всех прочих, применением, где-то, какая-то сопряжение, либо сверточки, либо и того, и того, и того. Появится, какая-то повинность. Я не знаю, какие знаки неправильно получились. Ну, вроде, очевидно, что знаки прикидал, из того, что я сейчас сказал. Ну, наверное, да. А вот в слайме написано, что рейшн, как рейшн, это именно зоточка ходжа? Ну, это не зоточка ходжа, это вообще не зоточка ходжа, это сопряжение. А зоточка ходжа все-таки немножко. В общем, достаточно доказать, осталось доказать. В силу того, что инфердом выводится, что рейшн, 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 рейшн. Вот, из одного из них можно получить все остальные, их четыре. А еще четыре предыдущие получаются просто из тех, где эти типы ходжа. Тут будет явное впечатление, правда? Пока нет. Пока нет. Бывает, потому что все соотношения будут цены. А это соотношение будет получено четыре. А все остальные, получается, идем как просто, так сказать, подкрепленная звездочка. Это взять импультуру сопряжения. И взять в другую компонент тарифор. Вот, то есть нужно одно доказать. Вот, шаг один. Шаг два. Вот, это основа большего. Ну, там есть несколько способов, как его делать. Насколько у нас есть связанность, и мы все понимаем про сад, с прочего ей воспользоваться. Вот, мы рассмотрим операцию такого умножения, в принципе, ягодического. И у нас будет и готическая. Лямбда и Н. Лямбда и Н. Это двойственная оператор. То есть здесь мы как бы их множили. А здесь мы из этого один формы сделали двойственностью векторной полной. И поставили его сюда. Лямбда и Н. Вот двойственная оператор. Лямбда и Н. Вот, ну или можно садочить написать, пока я здесь писал. То есть мы применяем звездочку. Нужен, наверное, на один формы и применим звездочку снова. Вот, теперь можно выписать, поскольку мы уже знаем, что у нас есть связанное исключение. Дифференциалок от x будет равен E от 1 до x. Правильно? Нет, потому что, если вы помните, дифференциалок от x есть альтермирование от Nb. Вот альтермирование от X есть альтермирование. Вот. А ДСС-эточка от xA, ну, в силу того, как у нас свет определяется, будет просто и красивая, и готическая Nb. То есть мы получили один форму, умноженную дифференциальную форму, и для этой формы, когда мы его поставим. Цифровый номер. Вот, теперь мы хотим прокоммутировать с умножением на om. Ну, предстоит в том, что умножение на om, оно, точнее, да, мы хотим прокоммутировать с умножением на om. Возможности. Умножение на om с GZ-зуточкой. Вот. Но, хорошо тут то, что вообще связанность уже мутирует бесплатно с умножением на om, потому что om это правильный. Вот. Вот. Поэтому, вычислить, как она нужна, она получит, если ей надо брейшить. Вот. Я выберу артонормальный клазис. x1, тогда или y1, x2, y2, xn, y1. Это артонормальный клазис. Артонормальный клазис. В... В глянда где нам? Ну, в глянда. Ну, глянда на самом деле. Да. Тошин 3 это значит что? Тошин 3 это вот это вот. Это было определение тоже. А это? Да. То есть... То есть... То есть... Включение... Включение... Включение определилось как то, что мешает этому соотношению. То есть разумность вот этого вот. Это было включение. А это... Не надо путать с кривизной? Не надо. Кривизной еще нет. Вот. То есть... То есть... То есть вот это соотношение как раз... То, что там я в большинстве раз использовал. По ходу, когда доказывался в конце. Все они тоже здесь стоят для... Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээ. Ну... Значит... Их... А два класса от альфа... Их... 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 А... Альц. Альц. Альц это Е, да. Я даже сказал так, я делал Е. Ну почему это пишется Е, потому что это наши координатные операторы. Они как раз Е маленькие, но это только координаты. А Е по всем координатам тоже самое. Вот. Тогда i от Лапласа от Альфа. Ну, поскольку, если не было написано, то я буду, я завестил показательные показатели. Видите, тут неаккуратно написано. А нет, мне кажется, что надо запределить эти операторы через бесценциальную форму, чтобы начать аккуратно. Вот. Ну, в любом случае, значит, это будет сумма. Применяем связанность Альфа. Значит, и x и t. Нам надо было от x и t. Альфа плюс сумма и y и t. Нам надо и y и t. Вот. Ну понятно, да? Я просто разделил отдельно оператор постановки, а это оператор дифференциальный в том же самом направлении. Вот. И сейчас надо прокоммутируйтесь. А это? Ну, по нему папа пришли. Что такое вообще? Это, значит, это одно шептановка. То есть мы просто взяли, мы взяли барис в г-1 и по этому барису сначала подиверонтили, а потом подсадили. А это, значит, это будет сумма e и x и t, e и r, по всем и. Это наше и. Вот. Сейчас мы их прокоммутируем. В композицию. И, конечно, не заточки. Просто надо списать по поводу, в связи с тем, что у нас и r и y связь с этим коммутируем. То есть, можно поставить, то есть, намбла от l от альфа, здесь l намбла от альфа, это то, что l, это умножение параллельного формы. Воспользуясь средним соотношением, я к делу запишу, как сумма е динамов по икситам, и здесь у нас будет е икситра, е икситра и икситра. Вот у меня первая половина плюнила, и то же самое вторая половина плюс сумма. Намбла икситра, намбла икситра. От е икситра, е икситра и икситра. Икситра 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 икситра. От екситра икситра 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 икситра. Скажите, почему? Потому что нам не могут... Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Мы получили кучи соотношений на коммутатор, и мы получили, что у вас есть двумерное представление, ну два двумерных представления средства, которые получаются дифференциалами. Можно это вообще слабо получить, если вы не очень варим, чтобы это было газостроено, чтобы выключить. Пусть у вас есть представление средства 2, и у вас есть там вектор x, такой, что h на x равно x, и l на x равно 1. Вот. Представление средства 2, это одно средство 2. Устроено так, у вас есть какой-то вектор обращительным свойством, потом у вас есть лябда от этого вектора, лябда квадрат, в результате вектор, у вас здесь не x, а nx, вот. И так далее, λn и m, вот. И λn и m плюс 0, и x, это будет n и m. Вот. А h на каждом из этих операторов на этом, как n, как n , на этом, как n , То есть если начать с такого оператора, с травмой x, который здесь равен x, то у вас точка сравнивается двумерно. Он состоит из x и λx. Ну а поскольку мы знаем, что дифференциал коммутируется с умножением на λ, и d равно 0. Потому что λ как основная, потому что λ точка, ну замблазка. Омега замблазка, и поэтому она коммунируется с дифференциалом. Это вам бесплатно дает большую часть этой теории. И вот почему? Умега замблазка. Поэтому умножение много коммунирует дифференциал. Но это все остальные соотношения. То есть какие соотношения мы сейчас имели? Это умение-ли соотношения, как именно действует L с дифференциалами d равно 0, L с dc тоже равно 0. Это потому что L, потому что L это умножение на округу, а много замблазка. Поэтому это умножение с дифференциалами d. Значит, L со звездочкой есть минус dc. И L с точкой ознака. D со звездочкой c есть d. Со знаками я тут могу ошибаться. Хатя, получается, что L это значит по определению умножения на 6? Конечно. Либо определение умножения на этапе линейки. Хорошо. У нас вот это четвертное предположение в первом курсе. Теперь осталось последнее. А L в объяснении как коммутировать между собой d и d со звездочкой. dc д означает вот это все. Значит, теорема. Вот. Вот это. Вот это, конечно, да. Вот, в силу этого свойства представления из-за старшего герца. Вот. Значит, d со звездочкой равен dc со звездочкой равно A полосу. Все остальные коммуника равны все остальные коммутаторы. d, d, c со звездочкой, так говоря, равны минус. Возьмем, и другу, и лопат с центральной. Вот, показательства. Ну, большинство из них получается так. Вот, смотрите, мы должны объяснить, чем равен коммунатор d и dc со звездочкой. Поэтому берем коммунатор d и d и ли. Правильно? А там dc, dc, dc answer, да? А у dc, dc answer, да? Нет, будет помадан d, dc answer, да? dc, dc answer, по сути. Вот. То есть все остальные коммунаторы, как так как получаются? Остаётся интересный коммунатор, это как получить равенство между этим и этим, и как получить центральность. Если он коммутирует W, то мы его коммутируем W и получим W, а не равным Если мы возьмем лаплазу и коммутируем W Мы получим dc плюс dc . Это будет 0 по всему такого же соотношения То есть по дожку нам будет дc на dc . То есть если мы хотим прокоммутировать какие-то два из этих дифференциалов Хорошая граница того, что мы получим d коммуникатора здесь с чем-то То есть если мы хотим прокоммутировать d и дубль б На лаплазу мы получим сумку двух таких выражений То есть мы применяем дубль б только одно из элементского узатора в другом Это тоже стоит и супер-тоже стоит А это равно не ну, всего того, как я уже обсуждал Все другие остальные точки, примерно dc . Теперь, как получить коммутатор лаплаза и операторов лепшицы Это мы должны просто вот, если вы хотите взять лаплаз и коммуницировать его с A Коммуникатор применяет тот же спир-клаз Тут получается, что это коммутатор lsd Это вчера равна 0 А это здесь dc когда нибудь б哀мить коммуникатора d's Ну с каким-то знакомым которыми все равно она стоит. Мы уже знаем, что из друзей антихмультипы. Окей. Значит, мы, ну, аналогичным образом, проверяем, что локтаска, например, у тебя та же самая фокула, просто сокрышёт. Единственное, чего, как бы, туда оставалось не вполне очевидным, это, конечно, что вот эта равна зима. Для этого мы, вот здесь что-то написано, а, нет, что-то над тем написано. Надо раскрыть скобочки, но давайте я всё-таки напишу это приличным образом. То есть мы хотим вот доказать, что давайте возьмём D антихмультатор D, D, C и прокоммутируем скляну. Ну, это будет равно минусу, правда, скляну. У вас будет D, C со звёздочкой D, C, это мы с первым скобмунтировали, минус, D, C, и со вторым скобмунтируем D, C, ну, с каким-то знаками, которые мы будем использовать. Это как раз и значит, что эти два, все равны, а, значит, у нас есть свой лент лоблаз, он центральный. Вот, дальше вы можете ещё что-то сделать, можете сделать лоблаз, связанный с D кругом. Это будет половина лоблаза, связанный с D. Ну, что, в одну обедницу, вы просто берёте дикрубное, вы расписываете его. Лоблаз, дикрубное, по определению, это дикрубное, дикрубное со звёздочки, плюс дикрубное со звёздочки, плюс дикрубное со звёздочки, дикрубное. Вот, вы расписываете этот корпус. Что это такое в первой строчке антикоммунатора D из АС? Что это такое? Антикоммунатор. Да. В принципе, в силу, на сколько когнитиков, районных со звёздок, а коммунатор, где мы антикоммунаторе, если я знаю. Вот, в этой строчке это антикоммунатор, а это коммунатор. Да, а что это такое? Романдатор D и ВС. Это антикоммунатор, он районный. А. Мы знаем, что они антикоммунтируют. То есть, это море. Реонный вот это, море, вот это вот это. Поэтому есть два равных. А, значит, там почему-то разные знаки? Ну, там же мы ещё этого не снимем, но это несколько раз. Ну, где ничего не контролируется. Знаете, в госке, но опен на слайде, что написано приличнее. Вот здесь написано. Это работа, это уработка. Вот. Ну и наконец, значит, если мы хотим взять плата связанности, мы просто расписываем ДГУ, я так, сумму, ленингами на суд за ЭДЦ. Вот. Расправим ступочки. К нам, вообще, всё замерляется. Кроме тебя, двух ступок, которые не замерляется. Если вы просто читаете, вы убедитесь, что на два класса дикругового, плюс два класса дикругового складочка, и два класса один. И низ за стороны. Вот. То есть, мы получили, действительно, все функциональные садмашины. Два класса мутируют. Четырмерный процент дифференциалов. На нём действует Левск, как на гумерном конставлении. Другой В на нём действует просто. Врачей, как дифференциалов. Ну, а между операторами Левск и коммутатором, как по сынам. А Другой В с ним не будет. В общем, вопрос есть. А можно вопрос? А какая нравится ставить, когда мы берем звук по ДТЦ, когда мы берем суперкоммутаторе? Какая нравится? Производит суперкоммутатор или не производит обычный коммутатор? Обычно цена не определённый. Для нечётных элементов мне нравится суперкоммутатор. А для нечётных элементов я просто лучше не писать, потому что это будет сыграть в стол. То есть для нечётных элементов тоже есть, но у нас нет пол-существ. Для нечётных элементов надо брать суперкоммутатор, то есть антикоммутатор. В этом случае есть учителя, наверное, пишу между черными элементами. Окей. Значит, у этого есть... А у вас в этом предыдущем сайте в самом низу поняли, что у нас будет именно G. Разверность 5-4. Ну-ка, у нас три оператора вверх. C, W, V и L, V. Это 5. Вот. А нечётные у нас 4 дифференциала. C, B, C, D, C, D, C, D, C, D, C, D, C. Вот. Это 4. Почему коммутатор так смысла не имеет? Не у чётных элементов, но он не лежит в шатралке. Ну, нет такого. Может, конечно. Вот. Тут от вас этот коммутатор доедет. Ну, просто смысла такого нет. Они антикоммутируют. То есть, смысл, в смысле крыльгат в этом интервейце. Ну, нужно так, я не знаю, складывать яблоки и апельсин. Незачем нечётные элементы пытаться коммутировать. Надо антикоммутировать. Надо и нечётные. Хорошо, я почти дотомался. Говорю, я всё-таки вам... А кто уже хорошо знает, как вы с вами представляете этого акта? Да. А, ну, почти всё знает. Отлично. Там он не будет. Смотрите. Вот у нас есть представление среди 2. Давайте я его так практикально нарисую. Вот у нас есть лямба, которая действует сюда, и эль, которая действует сюда. Когмология. Или же... Видите, смотрите. У нас теперь... Мы знаем уже, что когмология то же самое, что и лакуаз. А лакуаз мы делим среди лямбы. Поэтому у нас получается действие СЛ2 на когмологиях. Значит, СЛ2, которая есть алгебра непровождённая перед лямбрия H, действует на гибрия лакуаза, который есть когмология. Вот. Значит, у вас есть оператор, который действует вниз и вверх, и у вас есть оператор H. Вот. Представили сюда какого-то момента тёмного. У вас есть старший вектор, на котором мы видим 0. Значит, это старший вектор V. И относится 0. И вес, этого представления не завершится того вектора, это H от этого вектора. H от этого вектора. Дальше у вас есть депутат следующего веса, это λ2, он веса k-2, и так далее, вы делаете это дело до упора, вы λ2, и концентролог вы получаете λ-k, он веса минус k. И это ваше представление, это все ваши веторы, которые там есть. В этом есть некая мораль, а именно умножение на n устраивает знак физы, между умножением на n и сетей депутат берет кромологию разменность n-100 и заморжет переводит их в кромологию разменность n-100. А почему клянда 2? А потому что h у нас есть веса 2. В смысле, l веса 2 относится на h. Хорошо, тогда у нас клянда 2. Поэтому, когда мы клянда 2, при попытке h не клянда 2, мы применяем h клянда и применяем h кв, складку. Здесь будет на 2, а кв будет k, при этом будет веса k минус 2. А лямда 2 относится на 2? Будет весом k минус 4. Тогда лямда 2 относится. Лямда 2 имеет вес минус 100. Лямда 2 поднимает, а лямда 2 опускает. Лямда 2 опускает. А здесь на h. Это конъюстория. Прежде всего, в уроке h действует как n-100. Здесь она действует, скажем, на 0 формах она действует как минус n. А на n-n форму конъюстория как n. Как она еще здесь? h на лямда 2. Здесь n-100. Уp минус 100. То есть h в этом сложении диагональный? Хорошо, что катонская. Т.е. если мы думаем про sr2 как про стандартную форму, чтобы n было 0,0,1, λ было 0,0,1, и h было 0,1,0,2. И если ты спрашиваешь про диагональный оператор, то у нас катанский оператор. Здесь есть следствие. Что-то надо здесь вот написано, то надо его описать в слове следствия. Это измазка. Все, Илья, это фактически... Ты держал, да? Все мне перечло. Этого самого. Запомнила Настя. Да, здесь он. Прошу прощения. Что будешь? Нам не важно, что h измерческих представлений нейтральными, собственно, сочетаниями? Сочетание h – это от четного ка до четного минус. От четного ка до четного минус. От ка до минус ка – это уже четное число. То есть k, k-2, k-4 и так далее до минус ка. Вот так устроили веса на любопичном мерном представлении. Это, кстати, важный момент. И вам нужно, если мы это ни разу не управляем, подсвечить в праздник. Самое разумное – это надо взять мишку сера, сгруппу алгебровики, и там где-то бежит... Там иногда стоит из трех независимых частей. Ну, открыть последнюю из этих частей независимых. И сначала там, по-моему, в начале, только разу, такой, как в глава украины, постоянный сайт-2. И не читать, что это происходит, а просто про честь его движения в конце стоит. Вот. Ну, если не доказывается, там, посмотрите, что там, какие-то доказательства, это уже чисто вычислить. Вот. И это важно, потому что, ну, как представление из этого, не только в 200 геометрах встречаются, но и во всех полимерах, которые управляют. Так. Какие-нибудь вопросы дальнейшие есть? Прекрепить последнюю картину, мне надо запомнить. Сейчас. Нет. Простите. Не последнюю картину. Я. Привет, последнюю. Вот. Значит, следствие. Кроме того, что у нас есть еще операторы решатся, у нас еще и есть разложение порушек. А именно, кубку разложения. В том числе, следствие, значит, в т.к. Вм. 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 Это плечения с гермоническим форумами, H-гидролатаса. Это значит раздражение на гермологию. Вы реализуете гермологию гермоническими форумами, а дальше вы говорите, что гермонические форумы у вас разлагаются по весам, потому что у вас есть весовой оператор, который приводится к герональному виду, и получить собственные образования, которые так сбудут. А что? Вот. Или вы сохраняете. Мы хотим это показать. Но тут есть понятная цель, что нечетные гермонологии компактного приема накопляют черномерно, потому что у вас переставляется только и глупая, а черномерно не нулевые, потому что там в степени превращения. Вот. И у вас есть изнаживание коджи, только у спалочки есть куклы и так далее. Еще я говорю картинку. И это только картинку и все. Если к этому вопросу не имеем. Картинка. Про мухожие называется. Это к гермонологии в их единственном капитате, когда мы предложили покупку. Вот. Здесь у вас живут гермонологические формы вообще потенциальные. Но это мы еще и не доказали, но я потом расскажу. Вот. Здесь они комплекции сопряженные. Здесь у нас и трактов коджи, которые действуют вверх. И он действует вверх, потому что каждый раз увеличивает. Вот из этого, вот это немножко больше, чем это. И вплоть до середины. По середине начинает уменьшаться. Вот. И у вас есть симметрия. Вот это. Центральная симметрия. Вот это. Центральная симметрия. У вас есть осевая симметрия, вертикальная и горизонтальная. Вертикальная симметрия. 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 Вот. В общем, сементрия какого-то романа? Можно вопрос по привязывающему свадьбу? Если сам мы используем, то есть, когда мы используем? Да, есть, я понял. Возьмем, но, наверное, не только для скелетов. Уже слабосно чеку не было. А слабосно вообще не было. Ну да, все хорошо. Вот еще вопрос. Получается, что если у нас есть сетерного метрообразия, то мы знаем, что у нас не черные пневмологии, они у нас в черной размерности, и черные пневмологии у нас всегда не любые. А наоборот верно? Нет. Наоборот неверно. Легко привести к перебору к примеру. Многократия, у которого, ну как, произведение двух сферсий – это компенсная многократия. И не у пневмологии. Не, ну, произведение С2 и С4. Примерная самология. И все двумерная. Правильно? Вот. А может, нет, может, никаких нет. Почему же С2 и С4 есть? Одномерная. И нулевная. Одномерная. Все. То есть, он все, как ты хотел. Ничего не значит на мерной. Вот. Единственное, что... Ну, там, можно еще много пидут к примеру. Нет, можно взять просто С2 и С4, у него числа бытия будут просто такие же, как у С3. А. Ну, типа, B2 равно 1. А где С2 и С4 у тебя будут комплексные структы? Нет, про пример многообразие, которое вообще даже ни Келлерово, ни Комплексо ничего не надо сказать. Ну, да. А ты спрашиваешь про Келлерово? Ну, я спрашиваю про Келлерово. В смысле про Келлерово? Ну, Келлерово просто не Келлерово, но необязательно даже комплексно. Вот С4. С4 полная Габрица. Возможное с вами надо. С4 не имеет вообще никаких комплексных структур. А С6 имеет комплексная структура, но и одно интегрирование нет, и два большая гипотица, и имеет одно интегрирование комплексную структуру. Почти комплексную структуру там есть. Вот. Но, как бы, проект Келлерово на Кабрица очень просто. Довольно часто. Потому что там много препятствий, дополнительно вот к этому условиям на число Левшица, на весе Левшица и на числа Ходжиа, там еще много как бы типологических препятствий. А на лиге? На лиге в зене массе. Их такие типологические интервенты замечательные в зене массе. Вот. Вот. Я после занятий в зене устраиваю. По коррекции, наверное, неудобно. Потому что они не хотят в зене массе. Вот. И они на первом награде занялись. Вот. Нет ни одного примера, чтобы были все действия в Ходжице, чтобы там было действие Левшица, чтобы было в хорошее положение. Признение массива Левшица обоих не было. О, нет. Хотя... А это доказано или есть гипотица? Гипотица, да. Но доказано, что нет примеров. То есть, во всех примерах мы знаем, что это не так. То есть, ну я... Сейчас. То есть, ты хочешь сказать, что... Нет, вроде не было. Вроде не было. Ты именно про когомологию хочешь сказать, что вот на когомологии... Вру. Вру. Врёшь. Врёшь. Есть пример, есть пример. Ну слушай, так... Ну слушай, так... Вот ты... Крулькоцент, брациальный перерыв. Просто ты берёшь, Келлерово деформируешь, но у тебя в какой-то момент там... Крулькоцент, брациальный перерыв. Да. Вру. 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 Ну, давайте проверим. Хотя бы удивиться по сравнению с другими проблемами. А, вообще, что-то желательно просто будет? Да, ждет ТОР. При этом очень легко поставить не Келлеру комплексную структуру на ТОР. Это ничего не стоит. Но они будут сейчас деформационно не их вариантом ТОР. Если правильно. Так. Для рынка будет такая. Пусть у нас есть ТОР, не Келлера, просто комплексная структура на ТОР с нынешним расстроением. А доказать, то есть, как бы, при реальном глобусном формальном воздвигании. Просто сказать, что это Келлера спор. Вот это открыт.